Вместо классического костюма спортивный, так кататься на велосипеде удобнее, ведь впереди большие расстояния. Чтобы своими глазами увидеть, в какой городской среде живут люберчане, Владимир Ружицкий провел велообъезд. Вместе с сотрудниками администрации прокатилась и наша съемочная группа. Начало пути – Быковское шоссе. Яма на дорогах и некошенная трава – не единственное, на что жалуются горожане. Изношенная лестница на крыльце дома номер 33 – препятствие для старшего поколения, родителей с колясками или жителей с велосипедами. Следующей точкой маршрута стала аллея имени Локтионова. Жители близ стоящих домов выходят сюда на прогулку. Однако ходить по неухоженному парку горожанам неприятно. Аллее не хватает лоска. Это признают и жители, и сотрудники администрации. Ухода требует и детская площадка во дворе дома номер 42 на Быковском шоссе. Новые малые архитектурные формы уже украшены вандальскими граффити. Объективно и откровенно, то я бы сказал, в целом ситуация на МЭЗе и в Малаховке, как это ни прискорбно, но она не удовлетворительная. Здесь гораздо хуже, чем в Люберцах. Хуже, чем поселок Октябрьский. В план капремонтов на 2022 год администрация округа возьмёт проезды на МЭЗе. Общий вывод уже ясен. Малаховка требует пристального внимания и управленческих решений. Я хотел сказать благодарность нашим жителям, которые, по крайней мере, неравнодушны и нам сигнализируют, говорят, мы обращаем внимание и стараемся, по крайней мере, что как-то эти вопросы подтянуть. Но, повторяюсь, здесь, в Малаховке, работают, скажу так, непочатый край. Одна из достопримечательностей посёлка – парк Малаховское озеро. Место для отдыха открыли в 2020 году. Газон, туалетные кабинки, бордюры. Глава округа увидел, как содержит парк и пообщался с жителями. Есть какие-то замечания по парку? Мне очень нравится, всё красиво. Последняя остановка – станция Малаховка. Старый переход, изношенные дороги и мусор. Первое, что видят гости и жители посёлка, сойдя с электрички. Навести порядок, как-то, скажем, мы всё сняли, что-то будет повесить. Проверку на велосипедах проводят с 2020 года. Проинспектировать как можно больше адресов за короткое время – смысл велообъезда. Ведь это быстро, удобно и полезно для здоровья. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.